Карис Энтхаген, Умар Нурмагомедов, Шарабуддин Магомедов, Михаил Алексеичук, Марлон Вера, Девисон Фигерида, прогнозы Нуфч Фиктникт, ставки и коэффициенты. Для Умара Нурмагомедова поединок с Карис Энтхагеном станет главным в карьере, таких топовых соперников у российского бойца еще не было. Ставки высоки, победитель может получить право биться за чемпионский пояс с Шоном Амперсанд решетка 39.с, Малили Мирабом 2 Лишвили. Умар считается явным фаворитом в сегодняшнем поединке, хотя он не так давно в Уфче провел там только 5 боев. У Сэнтхагена гораздо больше опыта, в том числе и негативного. Тут американец проигрывал Стерлингу, Делашоу Яну. Последний раз Энтхаген выходил на ринг в августе 2023, Карри победил тогда Робе Фонт единогласным решением судей. Американец показал, что опасен теперь не только на дальней дистанции, но и может удерживать соперника в партере. Правда, вряд ли он сделает акцент на борьбе против Нурмагомедова. Умар сам любит переводить соперников на землю и проводить удушающий прием. Российский боец последний раз дрался в марте 2024 и тоже победил единогласным решением судей Бекзат Алмахана. Сэнтхаген техничен, опытен, прибавил в защите, так что Нурмагомедову будет сложно завершить поединок досрочно. Скорее всего, мы увидим здесь все 5 раундов. Магомедов недавно появился в Уфче пока еще далек от боев за титул. Поединок с Алексеем Чуком будет интересной проверкой сил для россиянина. Пока бой шара булета оставляли смешанные впечатления. Магомедов пришел в мае с тайского бокса и кикбоксинга и прославился ударами ног. Первый бой Уфче с Бруно силовой показал, что этого мало, шару булета часто переводили на землю, хотя он в итоге победил решением судей. Недавний поединок с Антони Тракали неожиданно для многих затянулся, там Магомедов нокаутировал соперника в третьем раунде. Польский боец Алексей Чук выступает в Уфче уже больше 6 лет. Он начинал карьеру в полутяжелом весе, до 93 килограммов, потом спустился в средние до 84 килограммов. Первое время Алексей Чук придерживался такой тактики, выдержать град ударов соперника, дождаться, пока тот устанет, и добить его. Теперь же он сам превратился в бойца, который идет в атаку, а потом выдыхается. Оба поединка в этом году поляк проиграл. Но интересно, что еще никто не отправлял его в нокаут. Алексей Чук проигрывал досрочно только после удушающих. Это не фирменный прием шара булета. Так что ждем яркого размена ударами, в котором перевес по очкам будет в сеженной стороне россиянина. Также в одном из главных боев в Абу-Даби встретится четвертый номер в рейтинге Уфч Вера и шестой номер Фигерида. Марлон Вера за последние три года выиграл пять поединков в Уфче и потерпел два поражения. От Сент-Хагена и Амперсант решетка 39.с, мали. Девисон Фигерида за это время одержал три победы и дважды уступил Брэндону Марино. При этом бразилец перешел в легчайший дивизион только в декабре 2023-го. Пока у него две победы из двух, однако соперники были не самые громкие по именам. Вера же уже один раз побеждала Амперсант решетка 39.с, мали. Марлон известен выносливостью и стремлением постоянно атаковать, его сложно нокаутировать. Среди недостатков, эквадорец не сразу включается в бой, ему больше подходят пять раундов, а не три. Фигерида хороший в стойке, и в портере, и все же шансы тут видятся равными. В такой ситуации заманчиво взять победу андердога. Субтитры создавал DimaTorzok